Неприметный дом по улице Ленина 32 в Белом Ключе ничем не отличается от соседней. Однако за его забором во дворе уже несколько лет раздвигает горизонты возможного завуч от Раднинской школы, также учитель ОБЖ ИЗУ и МХК, блогер и создатель семейной столярной мастерской деревяшкин-пёс Игорь Улюшев. В 2017 году производство началось с простого хобби. Потом участвовал в конкурсе «Бизнес-поединки», пятый сезон, выиграл и понеслась душа, как говорится, в рай. Начал производить всё больше и больше, делать больше, заказы пошли. Ну и в прошлом году, самое интересное, охормил соцконтракт, закупил станки и теперь вот прям с головой в столярной мастерской. Увлечение деревообработкой пошло с детства. Отец делал срубы для бань и жилых домов, вдохновлял и учил сына этому ценному ремеслу. Игорь Улюшев творит в меньшем масштабе, изготавливает кухонную утварь, посуду и сувенирную продукцию. А кроме того, борется и побеждает санкционные трудности. Расходники, шлифовальные круги и краски закупает в интернете от российских производителей. По станкам же, конечно, в основном фирмы почти все наши, кроме, наверное, распиловочной стоит Девольт, это всё-таки немец чистокровный. А всё остальное, как бы, фирмы наши российские, даже некоторые белорусские, друзья наши. Противостоит мастер и времени, которого часто не хватает. Оно и не мудрено, совмещать учительскую и родительскую стезю с работой в мастерской трудно. Но Игорь Улюшев ни о чём не жалеет, и в своё свободное время ночью увлечённо трудится над заготовками. Параллельно везя канал в ТикТоке, где уже 15 тысяч подписчиков. Самое большое количество, наверное, просмотров на видео, это миллион девятьсот просмотров. Наша съёмочная группа застала неутомимого резчика и на фестивале «Волжский путь», где он развернул бойкую торговлю разделочными досками, минажницами, зеркальцами и даже светильниками. Кухонная утварь. То, что часто используется, тарелочки, разделочные доски. Хозяйки очень любят, берут и сегодня вот покупают. Уже всё, что осталось, было побольше ассортимента, но разбирать самое главное. В планах Игоря расширение производства материального и духовного, воспитания дочки Пелагеи и своих учеников, которым с таким учителем и завучем остаётся лишь позавидовать. Вячеслав Новожилов, Бахтиер Салтенов, Репортер 73.